Всем привет! Началась выставка охота и рыбалка сентября 2023 года. Давайте прогуляемся по выставке. Начнем с нашего стенда. Моторы Taha'atsu Mercury и Parsun. Parsun китайские моторы. Двух-четырехтактные модели. Модели с водометными насадками. Это двухтактники 25 и 30 лошадиных сил. Ну и весь модельный ряд до 130 лошадиных сил. Большие моторы, например, 100 лошадиных сил, 115, они бывают в двух расцветках. Черные, ну темно-синие, да, черные и белые варианты. Квадроцикла Aodos. Топовые версии это Mat Pro. Двух- и одноместные литровые квадроциклы, у которых уже полная подготовка под грязевые ванны. Установлен заводской вынос радиатора и шноркеля. Воздухозаборник для мотора и для вариатора. Также уже идут бэдлоки и 30-я резина. Поворотники, зеркала заднего вида и лебедка стандартной комплектации. Стандартные 650, 800 и 1000 кубовые квадроциклы. Вот такая вот версия Drifter. Тюнингованная версия для дрифта. Поставили кофр с колонками. Вот такие вот колесные диски. Супер низкопрофильная резина. Амортизаторы стоят родные. И IT. Это очень хорошие амортизаторы. Даже на F7 Challenge на наших гонках участвуют на них и очень довольны. Из нержавейки поставили выхлоп. Вот такая вот армейско-охотничья версия. Диски с бэдлоками. Все крашено. Здесь убрали все блестящие детали. Павкросс Макс 1000 армии. Ну и стандартные версии. Это, например, двухместный 650-кубовый Павкросс на 26-й резине. Здесь масляные амортизаторы. Бывают в разных расцветках. И ценник 997 тысяч рублей. Здесь двухцилиндровый V-образный двигатель 54 лошадиных сил. А 800-кубовые модели и литровые – это уже всегда идут газовые амортизаторы с регулировкой отбоя. И на передней подвеске эти амортизаторы идут с уносным бачком. И передняя и задняя подвеска регулируется жесткость предварительной пружиной. И отбой регулируется крутилочкой. Вот такая вот популярная версия десерт-кросса, полностью открытого, без кабины, с кузовом и передним багажником. 1 907 000 – это литровая версия. 87 лошадиных сил. V-образный литр. Вот такие вот элементы для крепления груза на капоте. Низненькое стекло. Трехместное сидение. Все сидушки быстросъемные. Можно быстро снять и освободить место под дополнительный груз. Идет с низким стеклом, зеркалами заднего вида и крышей. Металлический кузов. И управление кузовом. Здесь электрическое. Поднять, опустить кузов. Электропривод. Новинка этого сезона. Вот на выставке впервые представлена. Это такой аналог. Некий Polaris Ranger или BRP Traxter. Модель AODOS Warp Cross. Это 650-кубовая версия. Также доступна будет литровая версия. Варианты трехместные, шестиместные. С кабиной и без. Вот так выглядит он без лебедки и без переднего бампера. И здесь уже с дверями, со стеклоподъемниками, с бампером. Вариант с лебедкой. Стекло, верхняя фара. Крыша с внутренней отделкой здесь уже. Смотрите. Есть подсветка салона и внутренняя отделка крыши. Это шестиместная закрытая версия. На трехместной открытой версии без стекла здесь простая крыша без внутренней части. Здесь уже кузов с ручным откидыванием. Моторная часть в ряда. Все сзади под кузовом. Поэтому в салоне будет тихо. Амортизатор газовый с выносными бачками. В общем, мне очень модель эта напоминает Polaris Ranger и немножко напоминает K&M Traxxer. Стекла опускаются руками. Это, на мой взгляд, с точки зрения грязевых поездок и прочего, намного надежнее, чем электрические кнопки. Вот так вот выполнено открытие изнутри. Средняя сидушка, спинка, опускается, превращается в подстаканник, подлокотник с отделом для мелочей. Такой бардачок. Впереди также. Очень плотно закрываются двери. И обратить внимание, что здесь вот такая выемка под дверь, углубление идет. И дверь уходит в это углубление. То есть здесь герметизация кабины должна быть очень хорошая изоляция внешнего мира. Потому что внутри установлена печка, кондиционер. Стеклоочиститель. Здесь идет мягкая обивка крыши. Дефлекторы регулируемые. Управление кондиционером и печкой. Бардачок. Внизу еще большая полка здесь. Небольшая полочка у пассажира правого. Регулировка руля по вертикали. Вот так в нижнем положении руль. Очень хорошая качественная отделка. Ну, вообще машинка очень нравится. Для путешествий, для охоты. Я считаю, что такой экскурсионно-туристический вариант. Очень комфортно. С учетом печки и кондиционера, конечно, великолепно будет выглядеть. И очень интересный ценник. Кармашки на дверях. Ну, вот у нас этот топовый вариант шестиместной с кабиной. Ну, давайте пройдемся по остальным стендам. Очень много, кстати, здесь китайских представителей. Давайте сразу пройдем вот в эту часть. Экипировка для охотников и рыбаков. Флис. Весьма качественно все сделано. Термобелье. Такие вот палатки. Кемпинговые большие. С возможностью установки печки. Ну, и здесь же видим печки. Аэролодки. Берег. Четырехтактные двигатели Honda 118-110 лошадиных сил. Топливо 92-95 бензин. Максимальная скорость по воде снегу 60 по воде, а по снегу 120 км в час. Грузоподъемность 600 килограмм, либо 500. И вес 370-452 килограмма. Хорошо, сделай спинки другие. То есть это произведение на основе ВХ лодки с высокими бортами. С двигателем Honda. Вот так выполнен грузовой отсек.